Привет, мои дорогие друзья! Привет! Посмотрите, спешу, но все равно думаю, давайте с вами поговорю. Но мне нравится и хочу. Сейчас с мужем опять начали ругаться мы с ней вести. Она накинула халат, ребята, потому что футболка чуть-чуть короткая. Ну, не короткая, она нормальная, но для видео она короткая. Поэтому не думайте, что я только в этом халате хожу. Одежды у меня хватает. Так вот. Сейчас говорю с моим сыном, начинает нервничать мой сын. Я говорю, что случилось опять? Я же говорю, ребята, я как скорая помощь. И мой сын мне говорит, я так устал, я так надоел. Он целый день был на работе, сегодня с утра работал. Сейчас, потом он пошел на реабилитацию, пришел, короче. И, ну, как всегда, в холодильнике ни хрена, готовить хочет все. И, конечно, ребята, я начинаю злиться. Там было, короче, кое-что, там не знаю, куда делось. Там никто не кушает, но все пропадает. Я говорю, что ты психуешь? Нарезала шампиньоны, ребята. Нарезала шампиньоны. Сыр туда бросила, шпинат бросила. Тут у меня мясо с того раза еще осталось, да? Я выточила. В этот раз я купила вот такие, вот такие большие. И вот сейчас поставила на огонь сковородку. Я сделала супчик с приготовленками, да? И достаточно есть. И говорю моему мужу. Сейчас говорю, это самое, пойди за дочкой. Придешь, я говорю, и отнесешь кушать к дому. Потому что, если он так и так должен был пойти к дому, там по интернету кое-что надо сделать. Но сейчас я вам скажу, что именно надо сделать. Нам же дали эту бумагу, ребята. Так, мне так понравилось тот день, ребята, как это получилось. Но я почему-то, и моей дочке, пожалуйста. Но я почему-то подумала, ребята, знаете, в чем дело? Дело в том, что они были другие лепешки. Понимаете? Из другого этого. И говорю моему сыну, что случилось? А, подождите. Уже сказала я вам. Я же говорю, я когда спешу, у меня язык быстрее работает, чем мой мозг. Я говорю, ты не переживай, я тебя сейчас отправлю кушать. И мой муж начинает. Я его понимаю, но, ребята, сейчас я вам объясню. А то я иногда спешу, быстро-быстро говорю, и вы меня не понимаете, что я вам хочу сказать. Сейчас я вам объясняю. Я говорю моему мужу, говорю Адаму, не переживай. Сейчас говорю, сыр равно, и Стэван должен прийти к тебе, потому что ты там должен сделать. Да, вот сейчас я тебе кушать передам. Сейчас передам я тебе кушать, потому что и Стэван туда идет. Не потому что это самое, и не нервничай. Ну, и мой муж начал. Тютюльку, тютюльку дай, чтобы только ему было. Я ему говорю, почему? Вот почему я так не могу? Мне зачем этот харам нужен, говорю. Да, дед будет сидеть смотреть, а мой сын будет кушать. Ты это нормально видишь, мой муж? Да, нормально. Вот чем мы отличаемся. Наш народ, ребята, и от этих европейских народов. И мой муж очень хороший человек, ребята. Но вот есть вот это. Есть у него вот это. Я сказала нет. Я тогда вообще не дам. Ни ему, ни ему. Или всем, или никому. И вот поэтому, он говорит мне, вот поэтому твоя жизнь. А что в моей жизни не так, ребята? Ребята, знаете, я вам что скажу? Так же, как и зло возвращается, доброта тоже возвращаются. Пускай они через них. Пускай они через них. Но мне Бог дает. А откуда вы, вы знаете, ребята? А вот я говорю, если он, где это все у нас то, что есть, мы заработали. Хорошо. А ты не думаешь, что сколько людей есть, которые хотят заработать, и у них не получается? То работа не выходит, то, не дай Аллах, ну там нога поломалась, рука, болезни. Может, Бог мне не дает вот это все, болезни все, и всегда дает какой-то заработок. Потому что видит мое чистое. Почему должно быть именно через деда? Плевать я хотела на это все. На этого деда, на этого щедрого, вот честно говорю. Я это делаю, потому что я это хочу сделать, и мне легче. И все, я люблю себя. А я хочу спокойно спать. Я не смогу, сейчас зная, что мой сын не поест, потом пойдет на учебу, там, сыр там, это. Он ребенок, он должен кушать, он сейчас растет. Он должен сейчас кушать. Понимаете, ребята? А не потом. Вот так. Нам дали эту бумагу, что мы уже опекуны, да, моей дочери. Так я быстро говорю, ребята, извиняюсь, это нервы, ребята. Это мои нервы, ребята. Мне надо успокоиться. Нам дали это. Я сейчас с мясом сделала. Вот так чуть-чуть намочила. Это я в интернете увидела, ребята. Это, вот. И это самое. Сейчас с грибами сделаю. Нам дали эту бумагу, и эта бумага уже говорит о том, что мы уже настоящие опекуны. У нас есть подтверждение, и все. И там сейчас же все через интернет, ребята. И вот надо эту бумагу там куда-то там, может быть, там помощь будет в школе. Не так, ну, потому что, ребята, кажется, они то за это берут, то за это берут. И там какую-то помощь может быть. Я говорю, а почему не попробовать? Давай попробуем. Мало ли что. А вдруг... И вот, и сказал он, говорит, я должен к нему пойти. Я говорю, ты же все равно должен к нему пойти. Вот пойдешь. Я говорю, и как раз... Так, руки у меня чистые, ребята. Да хоть не чистые, вы же это кушать не будете. Так, вытру. Сейчас переверну. Эти лепешечки. Ребята, так здорово получается. Я вчера... Мне вчера очень понравилось. Но вчера было не на таком. Еще натоплено мое масло. Так. А, это еще надо было поставить чуть-чуть. Ну, ничего. Так, вот так. Огонь. Чуть-чуть. Я сейчас нервничаю, потому что он... Я сейчас... Ай, ай. Вот у меня муж хороший, ребята. Ничего не могу сказать против, да? Но, ребята, заходы иногда бывают. О-о-о-о-о. Всех их надо... Всем им надо в жопу целовать, ребята. Всем. Всем. Только мне им надо в жопу целовать. Сейчас скажете... Так, конечно. Это... Это... Ребята, кто моих детей не любит, кто их не хочет, я их 10 раз не хочу. Понимаете? 10 раз. Кому мои дети не нужны, они мне тоже не нужны. Понимаете или не понимаете? Я так наоборот всю задницу свою показала. Так, эти лепушки сюда. Понимаете? Вот и все. Мой муж знал, с кем связывался. Я никому не обманывала. Когда я за него замуж выходила, я ему первую очередь сказала, у меня... Я из Багестана. Для меня очень важна семья. Не только моя, но и твоя важна. Надо еще делать. Сейчас моей свеклу что-нибудь нужно? Думаете, что хотите, я туда первая пруду. Без слов. Что надо, то и делаю. Понимаете? У меня очень... Такое, знаете, насчет... Насчет родителей. Ох! Ох, как раз получается так. И дедушка покушает, и он покушает. Это тоже своего... Видно садага, ребята? А это очень важно. Знаете, не хотите делать добро? Не делайте. Пока не сделает... Лучше не делать добро, чем потом делать зло. Понимаете? Так, мне надо найти во что? Супчик налить ему. Жидкое. Слушайте, столько этих херни купила. Все туда что ли, обратно. Так, у меня все заморожено что ли. В холодильнике что ли. Не знаю, ребята. Есть маленькая. Ну вот сюда. Сейчас посмотрим, сколько полуника войдет. Так, давай... Я же говорю, я все нервничаю, я все спешу. Сейчас маму сплюет. Давай, 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 давай! Ай! У них ни у кого нервов нет, только у них у всех... Так, вот так. Сейчас посмотрим, ребята. Вчера очень вкусные получились, сегодня я не знаю, но думаю, что тоже. Ребята, знаете что? Я могу сюда суп, да? Оттуда нет, лучше туда суп. А, и кастрюлю мне надо будет у Адама забрать. Там осталась кастрюля. Я же в тот день... Ну, ролик вы же видели. Пошла, я же пустыми руками зашла, а у меня в машине была эта кастрюля. Я понесла туда, сделала я все-таки, как он тот раз сказал, хочу кубанский рис. Я сделала кубанский рис и понесла, конечно, ребята. И это самое. И они так, ну, где-то такой раз так, знаете, как этот. А потом я сказала, Истрана, иди принеси кастрюлю. Этот. Сразу дед, ну, ты кушать понесла, да? Я говорю, да? А, и то, что надо... Да, короче, ладно. Не обращаю внимания, ребята, не обращаю внимания. Я таких многих знаю, которые, знаете, очень хорошо знают, где их деньги лежат, и кому надо дать, и кому не надо дать. А то, что они хотят, то не знают. Сейчас я вам покажу, как выглядит, ребята. Вот, подождите, вот так. Смотрите, ребята. Знаете, я это... Я сейчас сделаю. Все шикарно. Просто я всегда спешу. У меня вот такая жизнь, ребята. Вот такая жизнь. Вы же... А вы же там не писали, да? Просто тебе делать, наверное, нечего. Совершенно верно. Мне просто делать нечего, ребята. От безделья... Я... Я таскаю кушать. От безделья я... Деньги нашей... Бюджет нашей семьи трачу. А все это от безделья, ребята. А то, что мне же просто больше делать нехера. Я знаю, что дед один поест. Он мало ест. Это есть. Он мало кушает. И вот если он такой... Вот! А-а-а! Я ему сказала, говори, что хочешь, я делаю, что хочу. Все. Моченьки повыше. Мы в Дагестане соседям даже даем. Не то, что там своим племянникам. Соседям, ребята. Вот. Кто из Дагестана, напишите, если это не так. Но каждый четверг лично моя мама лепешки делала, раздавала лично. Просто я сделала суп такой, знаете, ребята, который с овощами и фрикадельками. И он для мужчины, который, как мой сын, пять минут не сидит, это мало. Ребята, натопленное масло какой шикардос. Так, сейчас я вот сюда налью. Кажется, что это маленькое, ребята. Сейчас я вам скажу, сколько половников заходит. Горячий. И, мамыш, я же тебе не говорю, говорит, чтобы ты Адаму не давала. Еще этого не хватало, я ему сказала. Так, раз половник. Два половника. Нет, это мало, ребята. Это мало. Это не то. А сюда... Так, я купила ему несколько штук. Так, нет. Давайте я все-таки сюда налью. сюда, ребята. Это мало. Только с овощами, ребята. Сейчас я вам покажу все. Просто вы там далеко. Ах, ребята, как легко осудить. Тоже не хочу, чтобы оставалось, а то я иногда им даю кушать, да? Они это все потом не доедают. Видно, да? Вот фрикадельки, все это, все такое горяченькое. Так, сюда. Ой, ребята, не знаю. Разнервничалась? Конечно, разнервничала. Начал умничать, умничать, ребята. Умничает он, ребята, умничает. Мне умничать не надо. Мне поддержать надо, и все. Все равно... Я вот так считаю. Зачем ты мне делаешь мозги? Ты же со мной знаешь, что я это сделаю. Ты же меня знаешь. Раз ты со мной живешь вот такой, да? Значит, так, да? Так и будет. Потому что, если нет, ребята, знаете, что делают женщины? Начинают врать, недосказывать, начинают скрывать. Ты не хочешь, чтобы я скрывалась? Вот тогда не становись на моем пути. Не становись. Не затыкай меня. Оставь меня. Потому что я все равно буду делать то, что я считаю нужным. Я своего ребенка Эй, я так быстро перевернула. А, сейчас будет нормально. Я своего ребенка ни заради каких-то штанов не брошу, ребята. Нет, ребята. Пускай будет муж, пускай будет кто угодно, ребята. Вот так. Смотрите, ребята, какой вид. Вы думаете, ребята, что я бросила ее, туда не хожу. Там одна мне ставится, ты же говорила, что ты никогда не бросишь. Так я ее не бросила. Я ее не бросила. Но я отсюда ходить и готовить не буду. У меня не рост. я тоже, у меня тоже же убирать там не собираюсь. Кушать хотят? Да. Это халал. Пускай кушают, ребята. Ничего страшного, пускай едят. Так, сейчас я для моих любимых тоже сделаю. Для моей кайтаночки. Так, она по-другому хотела вчера. Сейчас. Вот так, вот так. Я... Нет. Вот я кайтаночке сказала, идем, я тебе этот... Она хочет... Она хотела сырак из коммундио. Сейчас я ей исполню. вот так нравится. Ей нравится с колбаской. Вот так с колбаской сделаю. моей красотулечки. Мои солнышки. Я когда-то она хотела на очистку повезти. Она сказала, нет, тетя, там тырым-прым, короче, не хочу, да? Не хочет. Ничего страшного, ребята. Так, я вот так сделаю ей. И по-другому тоже сделаю. Как раз она... Ну, если она сили две штуки. Она же как-то правильно? Она не захотела. Не захотела, ничего страшного. Не буду заставлять. Адаму тоже сказала. Адам, одинаково, ребята, одинаково должно быть. Хотя я Адаму больше делаю, чем ей. А вы думаете, что нет? Просто все не покажешь и не хочу. А судить, знаете, как легко? А понять человека очень тяжело. Очень тяжело. Понимаете? Вот так. там у меня... А, подождите, ребята, так, я же печенье еще купила сыночку. Не отнесла. Так. печенье ему, его печенье, чтобы он... А то такие скудные печенья у них тоже. Понимаете? так, чтобы не забыть. Печенье души. Кто у меня есть, если не эти дети? Скажите мне. А для чего? А для кого? Ради себя? Ради меня тоже есть. Я очень богатый человек. Вот так скажу. Очень. И я лошадь, чтобы богаче была. Чем я богаче, тем лучше будет моим детям. Вот так. Вот ребята, хотите леньте, хотите нет. Я только кофе попила и целый день я бегаю вот так. И я не знаю, а чего я такая фигуристая? А чего у меня сто на сто? У меня все сто. Я вся сто. Поняли, да? Баба сто. Вот так. У меня сто 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 и метр. А что мне так смешно, когда надо плакать? Не знаю, как-то смешно. В мозгах тоже наверное сто. Поэтому. Ой, кошмар. Короче, одним словом, мне стыдно за то, что мне не стыдно. Поняли, да? Как-то вот так. я вам так, чуть-чуть от муку. Я вам сразу говорю, ребята, я буду к Ире ехать. Она не хочет, она обижается, она не хочет, чтобы ее снимали. Я больше за Иру даже на этом не спрашивайте. Мы не поссорились, у нас все хорошо. Я вообще за нее больше говорить не хочу. Она обижается, она не хочет. Понимаете? Вообще, чтобы я за нее что-то говорила. Вообще, не хорошее, не плохое, ни что она звонила, ни что она это, ей не нравится. И я уважаю ее мнение. Я ради какого-то там просмотра или еще что-то не хочу терять мою подругу. Поняли? Потому что она моя подруга. Я не хочу. Вот и все. Понимаете? Она мне условия поставила, сказала, не хочу, чтобы ты обо мне говорила, не хочу, чтобы ты меня показывала. Когда домой придешь ко мне, не хочу, чтобы ты мою квартиру снимала. Потому что я увидела, ребята, вы поверите мне или нет, я так старалась комментарии все удалять, все это удалять. Я очень старалась, ребята. Видать, не уследила, ей многое не понравилось. Она говорит, какие там люди это написали, не понравилось, то написала, ей не понравилось. Она мне говорит там, ну, высказалась, короче, вот это первый и последний раз я за Иру говорю вам. Вот я буду ехать в это воскресенье Аллах Пьюса, если Всевышний захочет, я поеду в это воскресенье. Я уже ей подарочек купила, все купила, да, вот, потому что все-таки день рождения, ребята. Ну, такой скромный подарочек, ребята, то, что могу, да, этот, и вот так, вот, Диана, например, моя, с моей родины, да, девчонка, она говорит, снимай меня, мне нечего скрывать, я наоборот очень рада, моя семья тебя смотрит, тебя любит, все, этот, я хочу, я снимаю ее, если бы она сказала, Диана тоже гоня, я не хочу, так, ребята, какие могут быть проблемы, неужели вы думаете, какой-то просмотр мне дороже, чем знакомство, да, нет, ребята, вот так, конечно, нет, мой сын тоже мне говорит, тетя, снимай, хочешь меня снимать, снимай, просто ты не жди, что я тут буду улыбаться, раскинаться, мне неудобно, мне стыдно, что это, чеки, 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 покупки, 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 вы говорите, сколько я покупаю, для кого, для чего, так, семья большая, ребята, понимаете, чтоб еще больше она у меня была, чтоб она у меня только росла и росла, потому что, что может быть, что может быть, ребята, важнее твоей семьи, в этой жизни, что может быть, так ничего, ребята, самое главное, ребята, это наши дети благодарна жду 100 рассказала не жду ни от кого ребята не от своих племянников не жду не от своих ни от кого не жду самое главное чтобы они были счастливы то несчастлива ребята я очень счастлива вот такое купила я а дамчику такое купила загуглите посмотрите на сколько печенье что вы думаете а вы говорите адам чека жалко все этой красавицы моему сыну тоже все ребята он первый матчик у меня он первый ребенок мой ребята что вы думаете я его не люблю как вы можете такое подумать что я все ей а ему ничего так это неправда ребята абсолютно неправда знаю что вот это любит знаю что вот это любит как я ему хотела мед а у меня банки нету ребята потому что я ему наливаю по чуть-чуть мед а а вот я покупаю и вот так с орехами и я ему наливаю и даю сейчас подождите у меня тут должна быть одна маленькая баночка так это моя 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 золотушка вот такими сумками ребята постоянно уже сколько лет я так скажу как мой сын как моя сестра развелась щедрым ну раньше я конечно не так часто ребята тоже скажу потому что моя сестра была жива здорова ребята моя сестра не обижала его тоже тоже у нас села кушать но он мне тоже позвонил говорю как ты делаешь мама не делает принеси мне этот он очень фаршированные яйца любит именно как я делаю вот такие вещи например да как фаршированные яйца там вот такое да ребята я носила ему каждые десять дней вот эти яйца носила там салаты делала носила то что моя сестра я ее спрашивала ты на этой была она там она туда ходила потому что она уже тоже не каждый день там был ребята он но щедро делал моей сестре мозг через ребенка ребята эти же мужчины вот такие он он настраивал ребенка против против моей сестры и он начинал я высказываться маэстро нервы тоже не хватало говорила тогда так вот так короче надо ломет это тоже ему я ему заставляю натощак смотрите какая прелесть это я уже сделанный покупаю а так можно самой конечно сделать вот это хочу отправить вот это хочу отправить вот это хочу отправить и тут я купила так и вот это хочу короче сумка готова ребята сейчас придет мой муж мне все равно я тоже зарабатываю это мои дети прежде чем жениться на дагестанке очень хорошо ребята подумайте у нас в дагестане семья очень важна так же важно муж и муж и все не думайте что нет как это вот так я видела и это вот так нихера подождите ха ха так это как то вот так вот так и это а вот так вот так вот так все горячее пускай сейчас придет будет сейчас уже не будет возникать понимаете такой бардак я тут быстро 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 сделала сделала успокоилась ребята сейчас отдам так это потом еще раз потому что уже разбил ребята поэтому по чуть-чуть он же у меня тоже вот такой не руки а ноги а ноги как руки так это для моего мужа ребята сейчас мой муж сейчас он кайтаночку сперва накормлю ребята да вот такие купила в тот день я другие покупала вот такие купила ребята они по 10 штук продаются и вот и с овощами можно и по любому можно сделать короче понятно да ребята так что вот так кто меня понимает спасибо кто меня не понимает тоже спасибо что вы думаете я благодарна человеку вы меня уже посмотрели уже негатив не написали здоровья вам желаю счастья вам желаю успехов вам желаю чтобы ваши дети вас ценили обожали любили и понимали написали негатив тоже спасибо что зашли что равнодушными самое главное не оставайтесь равнодушными это что же похвала ребята поняли да самое главное что вы меня понимаете вот и все потому что я не думаю что от того что человек меня не любит мне пишет негатив мне пишет негатив я уже вот так стала думать я думаю что у него душа болит и он мне хочет сказать да ты ошибаешься это неправильно ты делаешь так сделай это сделай за это тоже низкий поклон это не потому что она умничать хочет что у нее больше делать нехера что ли она просто это мне пишет потому что значит ей за меня обидно ребята знаете что я сделаю так у меня у меня в ход бумага идет это я вот так закрою это я вот так закрою не люблю ребята вот нет у меня тут животных ничего да но вот так не могу ребята вот хоть убейте да хоть пол часа будет да вот не могу ребята вот и все это не потому что я там чистюля-пистюля это потому что вот так и все Поняли? Вот так И вот это сюда Сейчас моя жена придет Зато какая у него жена хозяйка Это же тоже плюс Во всех отношениях есть какие-то плюсы Есть какие-то минусы, ребята Но самое главное Я же своего мужа не стараюсь переубедить Не ходи к маме Не ходи к своей сестре Он же тоже туда идет Просто так Ему два слова хорошие скажут Он начинает там вкалывать То это тащит, то это тащит Я уже ничего не говорю Потому что это семья, ребята А это семья Я сколько раз моему мужу сказала Ты мне за своих сестров плохого не говори Хотя я вам тут говорю, ребята Бывает, высказываюсь У меня такие заловки Их отдельно в клетку надо сажать И кушать давать в клетке Понимаете? Ну а что поделаешь? Других нету, ребята Ну вот я уже воспринимаю Я ехал такими Какие они есть, ребята Поняли, да? Других у меня нету, ребята Вот и все И по-своему я их люблю, ребята Они, наверное, меня тоже любят По-своему Но их не свойные Ох Тяжело разобраться Понятно, да? У них, знаете как То они меня любят То они меня обожают То они меня ненавидят Как-то вот так Но зато неравнодушны Поняли? Ребята, нет у меня никакого Неча, никакого бардака У меня все Как у нормальных людей Все у меня Как у нормальных людей Вообще самое нормальное Бывают до обеда После обеда у меня Бывает Какой-то там моментик А потом опять Бывает Я живу от Как-то вот так Ладно, давайте целую вас Люблю вас